Каждый день тысячи вкладчиков приходят в центральное отделение Тоджик Содиротбанка, чтобы получить около 22 долларов. Это максимум, который банк выплачивает в день каждому клиенту. Но и эти деньги есть не всегда. На камеру вкладчики говорить не хотят, боятся мести руководства банка. Но за кадром признаются, что каждый раз на получение даже небольшой суммы уходит несколько часов. Они боятся, что они не получат даже вот эти несчастные копейки, которые они получают. Что найдутся сотни причин, что к ним отнесутся еще более грубо, как это со мной произошло. Что и нахомят, и выгонят, и вообще скажут, вот для вас денег нет. Тут такое вполне возможно. Поэтому на камеру не говорят. Мучусь пенсионера, 80 лет. Хожу каждый день в округанах. И ничего не показывают, даже ничего не говорят. И они не обставляют, что они банкротят. Уже видно, что банкротят они. Вчера я здесь была дважды. Я вот с вокзала пришла пешком. Здесь была очередь. Люди стояли, возмущались. Денег не было. Мы в одну точку поехали, в банкомате денег нет. Во вторую точку поехали, в банкомате денег нет. Я пришла в три часа дня, оставив детей в школе. И только сняла 200 сомонов. Сейчас вот пришла, опять денег нет. Чтобы спасти два банка, которые образуют финансовую систему страны, в прошлом году была проведена их капитализация на сумму, превышающую 3 миллиарда 300 миллионов сомоний. Этих денег не хватило и долг перед вкладчиками не погасили. Затем власти страны решили распродать имущество банков, что также не помогло. Желающих его выкупать немного. В нацбанке же считают, что эта мера еще может принести пользу. С остальным банком осталось обязательство перед вкладчиками, где только 1,5 миллиарда сомонов. Но я хочу отметить, что эти банки имеют возможность. Сейчас у них имеется имущество, которое они, если его будут реализовать или продавать, по ценам, настоящим ценам, не тем ценам, которые были 3 года назад. Они могут выполнить свои обязательства перед своим вкладчиком. Я это уверен. Сегодня в стране рассматривается вопрос введения внешнего управления банками и реструктуризации, то есть начала процедуры банкротства. Сейчас мы варианты представили правительство, о вашем, как говорится, внешнем управлении. Там некоторые вопросы еще есть по реструктуризации вот этих банков. Сейчас создана группа с первых лиц, начиная с министра финансов, из-за национального, другие первые лица, другие министерства. Эта рабочая группа будет работать в министерстве финансов. Я думаю, что в ближайшие дни будут защитить эти рабочие группы, и они представят свои предложения правительству насчет дальнейшей ситуации, дальнейшего управления вот этих банков. Эксперты считают, что внешнее управление, реструктуризация, распродажа активов – не выход. Нужна помощь государства и живые деньги. Они могут просто пригласить каких-то клиерков из банков, может, даже из известных банков, для того, чтобы они руководили процессом реструктуризации. Но что из этого получится, неизвестно, поскольку, самое главное, для этих банков нехватка фондов денежных. Но я думаю, что они, кроме того, чтобы организовать распродажу имущества банков, больше на что не окажутся в состоянии. Я думаю, что самый простой выход – это помощь со стороны государства, больше ничего. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время. Аbourg, Насимия, Насимия. Продолжение следует...